Методы работы с деревом уже давно шагнули вперед. Вместо исключительно ручного труда теперь доступны различные лесопилки, установки, машины и станки для обработки древесины. О некоторых из них мы расскажем сегодня. Начиная от портативной лесопилки весом всего 363 килограмма и заканчивая мега-станцией, способной обрабатывать стволы деревьев диаметром почти в метр тридцать. А в конце вы увидите удивительную 500-летнюю лесопилку на водной тяге. Lumbermaid LM29V2 Компания Norwood выпускает портативные лесопилки небольших размеров, с которыми можно работать на различной местности. Lumbermaid LM29V2 однозначно имеет свои плюсы. Это портативный, но тяжелый инструмент весом 363 килограмма. В первую очередь он предназначен для профессиональных операторов. Двигатель мощностью 16 лошадиных сил обеспечивает мощную резку любого материала, который подается в машину. Мощности достаточно, чтобы резать материалы с высокой скоростью, но при этом с максимальной точностью. Установка получила ламинированную головку пилы с запатентованной функцией автоматической блокировки. Кроме того, лезвие смазывается автоматически для лучшего скольжения и распила. Рабочее место оператора находится сбоку. Оно размещено таким образом, чтобы пользователю было удобно правильно наклонять или перемещать машину. Подобная лесопилка позволяет вести небольшой бизнес благодаря небольшим габаритам, но широким возможностям. Помимо этой модели, компания предлагает и множество других отличающихся между собой функциями и возможностью обрабатывать стволы деревьев от самых маленьких и до самых больших размеров. Хьюсоу SL-250 В отличие от малого бизнеса, для большого требуются масштабные установки и лесопильные линии. Одной из таких является Хьюсоу SL-250. Лесопильная линия Хьюсоу SL-250 позволяет выполнять все действия, повышающие рентабельность, оптимизацию, криволинейную распиловку, фрезерование досок, предлагает большие рабочие скорости, сменные поставы и быструю смену поставов. Все эти действия осуществляются на линии, длина которой около 50 метров. На ней можно эффективно пилить древесину любых диаметров, включая тонкомерную. Данная линия обладает функцией позиционирования пиловочных бревен для минимизирования их искривления без использования фуговального станка. Кантователь бревен измеряет бревно методом трехмерного лазерного измерения формы, поворачивает его с учетом кривизны в разных плоскостях и обеспечивает оптимальное положение. Затем подает после центровки фрезерно-рубительный станок. Все движения бревна оптимизированы и сведены к минимуму. О преимуществах ЮСОУ СЛ-250 можно говорить долго, но ясно одно – эта линия в сотни раз ускоряет все процессы обработки древесины. ЧАЙНИЗ СОУМИЛ Однако не все в мире перешли полностью на автоматизированный метод обработки древесины. В Китае до сих пор существуют огромные лесопилки, где машинный труд не преобладает на все 100%. Для транспортировки огромных стволов деревьев используют подвесной кран-балку. На первом этапе распила работники используют двухметровую электрическую цепную пилу. С помощью вилочного погрузчика дерево перемещается для последующей обработки. Теперь для резки используется ленточная пила. Ствол дерева разрезают на несколько частей, скрепляя их между собой металлическими деталями. Этот процесс повторяется несколько раз, пока ствол не разрежут на нужное количество кусков. Для перемещения используют все тот же подвесной кран. Затем начинается новый этап распила, во время которого дерево превращается в доски. Доски, в свою очередь, попадают в фуговальный станок, в котором доска выравнивается и разрезается на нужные по размеру и форме заготовки. После остается еще несколько этапов. Работники соединяют деревянные заготовки между собой по 6 штук. Все они должны иметь одинаковый размер и длину, поэтому дополнительно проходят через станок. После станка все дерево соединяется и отправляется на последний этап – камерную сушку. Готово! 8 Southern Series Firewood Processor. Канадская компания Bell's Machining специализируется на деревообрабатывающих установках. Массивное оборудование превращает огромные бревна в дрова и любые другие типы заготовок. Сначала бревно загружается в машину и фиксируется на месте, а затем циркулярная пила Simon с размером полтора метра, которая, к слову, может распиливать бревна длиной до 10 метров, раскалывает их на части. Далее секции ствола заталкиваются в разветвитель, имеющий 56-тонный цилиндр. Бревна можно разделить на партии по 6, 8, 12 или 16 штук. Затем они перемещаются по конвейерной ленте в барабан, который вращает дрова для удаления лишнего мусора. Наконец, древесина перемещается на другую конвейерную ленту и снова фильтруется колосниковыми решетками. Если она предназначена для коммерческой продажи, ее, скорее всего, отправят на 6-месячную выдержку. Этот процесс снижает содержание влаги в древесине примерно до 20%, поэтому она горит с меньшим количеством дыма. Врейво Стейшн. Компания Врейво изготавливает лесопильные станции, обработка дерева на которых проходит полностью автоматизировано. Однако для контроля точности выполнения работ на станции нужны три оператора. На первом этапе проходит распил лесокругляка, который распиливается на брусья и доски. Все это происходит под наблюдением одного оператора. Для точного распила станция оснащена системой калибровки. И хотя она не автоматическая, но не требует физической силы. Управляется система калибровки с пульта оператора. После завершения этих процессов дерево попадает на следующий пункт, где вырезается доска или брус нужного размера и длины. Основным преимуществом этой станции является автоматизированный процесс работы. Операторы не выполняют тяжелый труд, они лишь управляют станцией с помощью специального пульта. Станция способна обрабатывать стволы деревьев длиной до 16 метров и диаметром от 12 сантиметров и почти до метра 30 сантиметров. What a powered sawmill И напоследок предлагаем взглянуть на 500-летнюю шведскую лесопилку на водной тяге. Впервые подобная лесопилка появилась в Америке и называлась лесопилкой Саттера. Несложно догадаться, что энергией здесь выступает вода. Пускай процесс распила не быстрый, но он не требует больших денежных затрат и человеческой силы. Все работы могут выполняться лишь при помощи пары человек. Естественно, для большого производства скорости обработки дерева будет мало. Но если речь идет о небольшом бизнесе в маленьком городке или деревне, лесопилку на водной тяге нельзя списывать со счетов. Надеемся, вам было интересно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!